В Ненецком округе стартовала сезонная кампания по заготовке мяса оленя. Надежда теперь только на хорошую погоду. Для проведения убоя и качественной заготовки мяса необходимо, чтобы морозы пришли не позже, чем до конца ноября. Потом олени начинают терять вес, и это приводит к неблагоприятным последствиям. В Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК состоялось первое заседание рабочей группы по контролю и координации убойной кампании. В нем приняли участие сотрудники ведомства, представители окружного собрания депутатов, управление внутренних дел и акционерного общества мясопродукты. Именно мясопродукты являются основным организатором убойной кампании и получателем мяса оленя, заготавливаемого в хозяйствах округа. В этом сезоне планируется заготовить 39 тысяч голов. Морозильные камеры акционерного общества на сегодняшний день полностью готовы к приему оленины. Убойные пункты наши в Коткино и в Нижнепеши мы в этом году подвергли, вы уже в курсе, мы подвергли серьезному капитальному ремонту, а не в хорошем сегодня техническом состоянии. Нет никаких проблем. Мы готовы к проведению убойной кампании. Как в основных материалах, так и в вспомогательных материалах. Договора заключены практически уже со всеми. Сроки окончания заготовительной кампании напрямую зависят от погоды. В прошлом году ее удалось завершить лишь в феврале. Самый лучший период проведения убойной кампании не позже, чем до конца ноября месяца. Потом уже олени начинают терять весит. Обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность во время убойной кампании в этом году будут участковые. В Коткино такой сотрудник есть. В Нижнюю Пешу для этих целей также командирует полицейского. В этом году убойная кампания стартовала 19 октября. Первыми к заготовке мяса приступили оленеводы СПК и жимские оленеводы кампания. На убойном пункте кооператива, который находится в районе реки Шапкино, в 100 километрах от Меринмара, СПК заготовил первые 12 тонн оленины. В ноябре планируют начать кампанию еще 12 хозяйств. Округ не снижает субсидирование на мясо. Оно как было, оно так остается. Не увеличивается, но не уменьшается. Остается, люди будут получать за свой труд определенные деньги. Напомню, в Деньском округе животноводство поддерживается федеральным и региональным бюджетом в рамках соглашений, заключенным с Минсельхозом. Средства направляют на выплаты аграриям двух видов субсидий – компенсирующий и стимулирующий. Компенсирующая субсидия предназначена для оленеводческих хозяйств, стимулирующая для предприятий молочной отрасли, которые в течение пяти последних лет не снижали объемов производства молока и принимают на себя обязательства по приросту данного показателя.